Здравствуйте! Сегодня тема у нас очень интересная и такая фундаментальная, определяющая многое. Сегодня мы будем разговаривать о том, кто такой Бог. Вы, наверное, заметили, что в своем блоге, в предыдущих записях, я постоянно говорю, вот там Бог то, вот Бог все, да? Бог сказал то и все, и вот вера в Бога там и сям. Ну и вполне резонно возникает этот вопрос, кто же, собственно, такой Бог? Или что это, собственно, такое, как многие думают, да? Существует очень много различных мнений на этот счет. Одни люди считают, что Бог это нечто такое непознаваемое, где-то оно находится там, и, в общем-то, человеку, как и Богу до человека якобы особо нет дела, так и человеку до него, собственно, как бы и дела вроде как и нет. Есть такая точка зрения. Есть точка зрения, что Бог это такой дядька с бородой, да, на облаке сидит и там как бы это всем управляет. Ну или не на облаке, это где-то там, может, еще выше, докуда космонавты пока не долетели. Есть точка зрения, что Бог, он вообще не один, и у него есть и друзья там, и все прочее, у него есть какие-то подчиненные, и они там все живут дружно на горе Олимп, у них там происходят свои какие-то интриги дворца. То есть мнений достаточно много. Поскольку я христианин, поскольку я, как бы, в определенный момент своей жизни сфокусировался на том, что я называю Божьим Словом, которое записано в Библии, лично для меня основным источником информации о Боге и о том, кто он такой, является, конечно же, Библия. Все, что знает христианский мир, любых конфессий, будь то православные, католики, баптисты, харизматы, кто угодно, все христиане, все, что они знают о Боге, все, что они знают о Иисусе Христе, они знают из Библии. Есть еще, конечно же, Божьи творения. То есть мы можем посмотреть, например, на звезды, мы можем посмотреть на солнце, мы можем посмотреть на то, как устроены различные вещи и все прочее, для того, чтобы понять его творение. Этим занимается наука. Наука, она может заниматься изучением исключительно видимых объектов, и поэтому вопросы Бога, они не могут с научной точки зрения быть как-то изучены, обоснованы, доказаны. Наука просто-напросто остается, у нее есть четкий спектр задач, которые она изучает, а именно изучает Божье творение. Если вы думаете, что хоть что-то из того, что знают наши ученые, они знают не от Бога, не из его творений, вы очень сильно ошибаетесь, потому что не ученые придумали ядерные реакции, те же самые, да, эти ядерные реакции, они давным-давно происходят в звездах, да, вот. И что интересно, наши ученые пока думают над тем, как сделать, чтобы атомное топливо распадалось, да, теория распада, да, то есть производят вот эти ядерные взрывы, то на звездах энергия добывается еще гораздо более простым путем, а именно термоядерным синтезом, когда синтезируются молекулы, они распадаются. То есть это значит более эффективно, если люди будут более внимательно смотреть на то, что как Бог устроил все, точно так же они будут, смогут очень быстро постигать и научные вопросы. Не люди придумали самолеты, крыло, крыло придумано давным-давно, оно есть у птиц, не люди придумали космические всякие вот эти вот двигатели, что нужно, чтобы что-то сгорало, и тогда ты сможешь двигаться, это давно уже так, летают в космосе всякие астероиды, все, что человек может, он может наблюдать, он может познавать истину, и он может ее использовать каким-то образом. Итак, ну мы отвлеклись от темы, кто же такой Бог, что и говорит именно Библия обо мне. Библия дает несколько интересных определений. В Библии есть такое выражение «Бог есть любовь». Что это значит? Что за любовь? Любовь, оказывается, бывает разная. Есть также такое определение «Бог есть свет», «Бог есть истина», «Бог есть дух», и также еще есть «Бог есть огонь поедающий». Что тоже такое непонятное достаточно. Итак, когда мы говорим об истине, то это я отношу к сфере каких-то наших познаний какого-то разумной сферы, сферы разума. То есть истину мы можем познавать, истину мы можем обновляться в ней. То есть удалять ложь, ложные какие-то наши представления. Здесь как раз Бог огонь поедающий. То есть он поедает, убирает всю вот эту ложь и заставляет истину. То есть такой производится процесс очищения, который тоже в Библии очень подробно описан. Когда мы говорим, что «Бог есть любовь», это нечто такое из сферы чувств. То есть тоже существует очень много различных чувств. Есть чувства более добрые, более мягкие, злые, равнодушные и все прочее. Ну и, наверное, никто не будет спорить с тем, что царем, скажем так, самым царским чувством, самым главным, которое столько существует, есть любовь. Да? Как и среди всех идей истины, это самая царская, самая главная идея, которая только может быть. И вот здесь смотрите. Здесь задевается и сфера чувств, и сфера знаний. И что интересно, именно чувства, и именно знания, и возможность познания через слово, да? Так же называют в Библии еще и слово, что Бог – это слово, и слово было Бог. Начинается с Евангелия Теан. Что именно это отличает нас от животных. Именно вот это. Также говорится, что Бог есть дух, и что Бог вдохнул в человека свой дух. И именно это нас начало отличать, а вовсе не тот один процент, который отличает ДНК человека от шимпанзе. Возможность познавать, познавать через слово, познавать истину, и возможность расти и расти в любви. То есть, растить свое сердце – это одно из призваний человека, который называет себя Божьим человеком. Но почему же, скажите тогда, люди не хотят знать истину, или почему люди не хотят быть вот этими вот образами и подобием Божьим, да, чистым человеком? Почему они продолжают делать зло, продолжают говорить и делать ложь? Почему они не любят, не любят ближнего, как самого себя, как это заповедует Бог? На самом деле это последствия греха. Люди испорчены. Ну, испорчены причем совершенно все. Именно поэтому совершенно все удалены от Бога. Единственная возможность с Богом наладить отношения – это раскаяться искренне в своих грехах и попытаться все-таки попросить Бога вдохнуть его дух в вас еще раз и помнить. Со свежей силой наполнить всеми истинами. Откуда взять эти истины? Как их узнать? Ну, вот у нас есть священные писания, в которых это Божье Слово записано. Вот это, собственно, суть веры христианской и суть того, что христиане называют Богом. Вы знаете, я недавно посмотрел одно кино, называется «Изобретение лжи», по-моему, как-то так. И такой антихристианский фильм, да, там, под мешочки, под комедию всячески пытаются, есть попытки опустить верующих людей как только можно. И вот они там говорят о том, что вот верующие придумали человек в небе, да, и вот все им ходят, поклоняются там или еще что-то, дядька на небесах. Для этого нужно просто понять, что в Библии означает слово «небеса», и что означает слово «дух», и говорится о том, что Бога никто никогда не видел, увидеть не может, потому что дух – это невидимая сфера невидимого. То есть, как вы можете увидеть истину? Посмотрите на нее, как нарисуйте, попробуйте. Или как вы можете увидеть любовь? Попробуйте, нарисуйте этот дух. Это дух, и этот дух, он похож на человеческий, вернее, человеческий дух, он похож на Божий, но просто он испорченный. Вот именно поэтому человеку нужно спасение. Ему нужно обратиться к Богу, ему нужно раскаяться в том, что он делает, и попросить Бога наполнить его своим духом. Избавиться от своего человеческого духа, попросить Бога наполнить своим духом. Именно так человек становится христианином. Любой христианин становится христианином именно так, а не через что-то другое. Иисус сам сказал «блажен нищий духом». Тот, кто себя опустошил, отказался от себя и обратился к Богу. Написано «кто хочет следовать за мной, тот отрекись самого себя, возьми свой крест и следуй за мной». Это, собственно, слова Иисуса Христа. Ну вот, немножечко мы поговорили о том, кто такой Бог. Тема, конечно, гораздо шире и больше. Поговорим в следующий раз. Всего хорошего. Продолжение следует...